Вчерашняя оперативка была безумно длинной, почти два часа, но при этом довольно-таки неинтересной, потому я все-таки сделал некую селекцию, отобрал только самое интересное, а то я боюсь, что вы заснете. Начали, конечно же, с пожара в Абзелиловском районе, и на самом деле это хотя бы по-честному. Хабиров всячески назвал это страшной трагедией и большой ошибкой, указал на то, что совершенно точно там, в этой сфере, у нас слабое звено, как он выразился. И поручил Ивановой дать объективную картину по количеству и состоянию этих социальных учреждений. Ленар Иванова до сих пор не может дать внятного ответа о количестве, кондиции и ситуации в этих социальных учреждениях, которые являются частными. Хабиров дал ей еще неделю на то, чтобы хотя бы выявить и пересчитать эти учреждения. Это в очередной раз подтверждает то, что огромное ведомство с огромным бюджетом, 47 миллиардов рублей, долгие годы занималось ерундой. Я не буду формулировать это как то, что они крали наши народные бюджетные деньги, но, пожалуй, что возникает резонный вопрос, а что же они все это время делали, если они даже не удосужились посчитать и знать, где находятся эти социальные учреждения. Впрочем, версия о том, что Ленара Хакимовна не знала вообще о существовании Обзелиловского приюта, это единственная ее надежда на то, чтобы хоть сколько-нибудь прилично выглядеть в этой ужасной ситуации. Примечательно, что в тот самый момент, когда Хабиров распекал Иванову и говорили они об ужасном пожаре в Обзелиловском районе, унесшем 11 жизней ни в чем не повинных стариков, именно в этот самый момент на улице Батырской в городе Уфе загорелся, разгорелся и вполне себе прилично выгорел целый этаж Центра Переливания Крови. Причину сейчас устанавливают, слава богу, никто не пострадал, была достаточно такая обширная эвакуация на 100 с лишним человек, выгорел один этаж этого учреждения. Не знаю, насколько в состоянии функционировать оставшиеся площади этого центра. Центр был крупный, крупнейший в Уфе. Не знаю, есть ли какой-то дублер у этого центра. Это важнейшее медицинское учреждение. На фоне ковида оно обеспечивало вот этот вот отбор, переливание, хранение и распределение плазмы людей, которые перенесли ковидную инфекцию, и эта плазма очень важна для лечения больных. В общем, конечно, ситуация нехорошая. Впрочем, на оперативке об этом пожаре или еще не знали, или решили промолчать. Далее Хабиров упомянул о том, что в Уфе продолжается процесс избрания, назначения, уж не знаю, как это называть, нового городоначальника. Заговорил он о Сергее Николаевичу Грекове, дав понять, что вариантов на самом деле у депутатов Горсовета и вообще у жителей Уфы никаких нет. Хабиров охарактеризовал господина Грекова как человека безупречной деловой репутации, который сможет решить масштабные проблемы города Уфы. Конец цитаты. Очень здорово, если это действительно так. То есть мы, в общем-то, сейчас должны поверить Радио Фаритовичу на слово, потому что мы знать не знаем, кто такой Греков, с чем его едят и на что он способен. У нас вообще нет никакой информации о нем, и чем быстрее она появится, тем лучше. Потому что сейчас, на данный момент, мы знаем только то, что происходит из города Ишимбае, что нас не может особенно сильно окрылять и утешать. А также то, что у него семеро детей, что, собственно, конечно, необычно по нынешним временам, но полноценным достижением для взрослого человека считаться не может. Не упустил возможности Хабиров упомянуть и о запуске второго ковидного госпиталя в Стерлитамаке. Он официально заявил о том, что уже первые пациенты въехали и начали получать помощь в этом новом медицинском учреждении. Правда, на всякий случай с места уточнил у Забелина, так ли это. Забелин подтвердил, что действительно первые пациенты уже находятся в новом ковидном госпитале в Стерлитамаке. Хабиров порассуждал немного о том, что много и успешно он строит медицинских учреждений в Башкирии. Дословно звучало это так. Чего только не строили в медицинской области, в РБ, сотни ФАПов, кардиоцентр, онкоцентр, поликлиники в районах и этот госпиталь. Но тут справедливости ради надо отметить, что перечисленные им объекты в основном, конечно, были начаты еще при Хамитове. И онкоцентр, и кардиоцентр закладывались, проектировались и запускались в работу эти объекты еще при Хамитове. Проблем с ними было, кстати говоря, очень много. Но, слава богу, кое-какие из них решились. А вот про строительство новых поликлиник я бы на месте ради Фаридовича помалкивал. Потому что его родной Ишимбай сейчас бурлит и стреляет в разные стороны информацией и недовольством о том, что вот этот странный мэр, глава Ишимбая, господин Абдрахманов, собирается закрывать поликлинику, не предложив местным жителям взамен какого-либо иного медицинского учреждения. Ишимбайцы в ярости, ишимбайцы пишут во все концы. Мне пришло несколько сообщений, писем и очень развернутых материалов на эту тему. В очередной раз Абдрахманов взбудоражил народ, и Хабиров тут, конечно, попал пальцем в небо. Первым штатным докладчиком на оперативном совещании, как обычно, был Забелин. Его сообщение, его доклад был абсолютно стандартным. Он нам рассказал о цифровых показателях пандемии, в которые мы, в общем-то, уже привыкли не верить. Судя по докладу Забелина, 17 419 человек в республике заболели COVID-19. Из них 832 сейчас находятся в больницах, в стационарах. Дневной прирост составил 159 человек в сутки, в последние сутки перед докладом. И это все равно рекорд, очередной антирекорд. С каждым разом эта цифра растет, и все еще не начала ни останавливаться, ни падать. Далее Забелин зачем-то заговорил о показателях скорой помощи и сообщил, что в сутки скорая помощь в Уфе совершает 1167 выездов, а по республике Башкортостан 2450. И произнес очень, на мой взгляд, неосмотрительную фразу. Дословно она звучит следующим образом. Все вызовы обслуживаются вовремя и в срок. При экстренном вызове время доезда скорой помощи 12 минут. Неотложная помощь доезжает за 40 минут. Конец цитаты. Ну, сколько десятков, сотен или даже тысяч уже историй, сообщений, всевозможных постов мы читали и видели о том, что иногда скорая помощь в республике не просто приезжает не вовремя, а вообще не приезжает. Иногда она приезжает с третьего, четвертого, пятого раза вызовов. Иногда врачи или там кто там на том конце провода пытаются по телефону решать проблему, чтобы скорая помощь не ездила и так далее, и так далее. Говорить о 12 минутах среднем доезда до больных, конечно, это, на мой взгляд, неосмотрительная глупость. Далее Забелин стал рассказывать нам о вакцинации от гриппа и сообщил, что аж 2 миллиона 340 тысяч человек в республике Башкортостан, то есть 57,8% уже привиты от гриппа в этом году. Небывалая какая-то вакцинация совершенно, то есть 57,8% это точно нам гарантия, что у нас не будет никакой пандемии гриппа, но Хабиров был недоволен. Он напомнил Забелину, что эту задачу, имеется в виду 60% вакцинации, поставил президент Путин. Вы не шутите, конец цитаты. Действительно, на фоне того, что Ради Фаридович разрешил Морзаеву, например, не исполнять его указания и указания Владимира Путина, наверное, Забелин тоже подумал, что ему можно там 57,8% вполне себе пойдет. Но не тут-то было. Хабиров требует от Забелина не менее 60% вакцинации населения от гриппа. И тут штука в том, что бесплатные вакцины, которые поставлял Минздрав России в республику Башкортостан, закончились. Оставшиеся 2,2% прививок нужно купить. Денег на это нет. Хабиров настаивает на том, чтобы Забелин каким-то образом заставил купить эти прививки предприятия на собственные средства. Здесь, конечно, ощущение такое, что будет проблема. Либо несчастный Максим Васильевич должен будет совершить какую-нибудь вопиющую приписку, либо действительно вступить в конфликт с собственниками предприятий. Дураков нет. Закупать эти непонятные прививки, да еще и делать их своим работникам с риском, что они там все слягут или что-то еще с ними случится, наверное, найдется немного. В общем, Забелин попал в трудную ситуацию. Он почему-то не вошел в число любимчиков Хабирова, которым можно не исполнять указания Путина. Видимо, таковым является только Морзаев. Так что Забелину поставлена очень трудная задача. Далее Римма Амирна Утяшева опять рассказала про свой колл-центр по ковиду. Это, конечно, уже начинает носить какой-то немножко сатирический характер. Количество звонков у нее снижается в этом колл-центре. Составило в среднем 3 тысячи звонков в неделю. Это очень немного. И тут, конечно, уместно сравнить. Был также доклад господина Ахмадинурова. У него там по Единой России всегда такие цифры, что просто американский избиратель завидует. Например, Ахмадинуров утверждает, что колл-центр Единой России неизменно получает свыше 10 тысяч звонков в неделю. Понятное дело, граждане же, конечно, Единой России доверяют существенно больше. Она ведь никогда никого не обманывала, всегда всем помогала. И потому граждане втрое чаще звонят в Единой России, чем в колл-центр Римма Утяшевой. Вторым штатным вопросом оперативки был вопрос ЖКХ транспорт чрезвычайной ситуации. Тоже обычная, в общем-то, раскладка. Первым выступающим был вице-премьер Беляев, который рассказал нам о том, что в Багдаде неизменно все спокойно. В Уфе тоже по республике прошло два незначительных отключения водоснабжения. В остальном все прекрасно. А также Борис Владимирович сообщил нам, что республика Башкортостан находится на 50-м месте по количеству отключений услуг ЖКХ на душу на усиление по Российской Федерации. И на 10-м месте в ПФО по тому же самому параметру. Ну, что на самом деле действительно очень неплохо. Все-таки 50-е место из 84-х это, ну, в принципе, даже где-то не в середине. Вторым выступающим по этому же вопросу был господин Морзаев, который с хорошо отрежиссированной печалью в голосе сообщил о том, что он не выполняет указания Хабирова и Путина. 436 человек уже на данный момент, вернее на понедельник зафиксировано погибших в республике Башкортостан на дорогах. Это практически на 10% уже превысило тот норматив, который поставил Морзаеву Хабиров. И всего лишь 6 вот этих печальных единиц отделяют статистику Морзаева от нарушения норматива по нацпроекту, который уже ему, собственно, поставил Путин. Статистика и математическая модель говорит о том, что за оставшиеся 10 дней, конечно же, Морзаев нарушит и норматив Путина. Кроме всего прочего, Алан Викторович умолчал об одной неприятной истории, которая случилась по его ведомству на этой неделе. Видимо, намеренно умолчал, не желая попадать в число тех, кто окончательно проваливает задания Москвы и нацпроекты. И я говорю об одном параметре нацпроекта безопасной и комфортной дороги, но вовсе не о смертности на дорогах, а об одном из основополагающих способов снизить эту смертность, по крайней мере, по представлению башкирских властей. Я говорю о видеокамерах. Сколько было уговорено, сколько было восхищений самими собой, впрочем, всевозможных рапортов и прочих реляций о том, что мы ставим сотни, тысячи камер и так далее. И вот на этой неделе становится известно, что Минтранс Республики Башкортостан, ведомство господина Морзаева, не смогло выполнить контракт на 1 миллиард 130 миллионов рублей для установки 300 комплексов видеофиксации в Республике Башкортостан. Ведомство Морзаева под его же руководством не смогло договориться с компанией Вимпелком, которая победила на этом конкурсе, о том, каким образом согласовать работу программных комплексов, существующих в Республике и имеющихся в наличии у поставщика. В общем, конкурс прошел, победитель был найден, но реализовать конкурс, реализовать весь этот проект совместно Министерство транспорта и поставщик Вимпелком не смогли. Сейчас Министерство расторгает договор, у нас на дворе 22 декабря какое-то время это все займет, что будет дальше с деньгами непонятно, там ведь и существенная часть федеральных денег. В общем, самое-то главное то, что вот эти 300 камер так и не были установлены, так и не запущены в эксплуатацию, и это существенная часть той безопасности, которую не может обеспечить нам Алан Викторович. А вот вам и ответ на вопрос, почему же так получается, что при наличии денег, при формально бурной деятельности в этом всем, в этом у нас проекте, господин налоговый инспектор из Осетии не смог устроить нам здесь дорожную сферу и не смог обеспечить снижение смертности на замечательных башкирских дорогах. Дело в том, что Алан Викторович просто не умеет и не может договариваться и решать проблемы с контрактами, не может их обеспечить их исполнение и так далее, и так далее. Повторюсь, даже при наличии денег. Дадут ли эти деньги на будущий год республики? Неизвестно. Отберут ли их обратно? Неизвестно. Но факт есть факт. Господин Морзаев провалил национальный проект еще по одному параметру. Третьим выступающим по тому же вопросу был Гумеров Фарид Рифович, о котором мы давненько не упоминали в наших оперативках, но сегодня придется. Речь, конечно же, пошла о пожарах, об Обзелиловском приюте сгоревшем. Фарид Рифович в этот раз поведал нам немножко пугающую статистику о том, что за неделю 23 человека в Башкирии погибло в пожарах, в том числе 11 в Обзелиловском районе. Довольно-таки большая цифра. Гумеров сообщил о том, что 1 миллион 167 тысяч выделено из резервного фонда на похороны погибших в Обзелиловском районе. И начато формирование реестра частных социальных организаций Республики Башкортостан. Вот здесь я поставлю один большой знак вопроса. А что, раньше этого реестра не существовало? Что нам Иванова опять наврала, потому что она нам плела историю о том, что кто-то там зловредно не вступал в этот реестр? А тут Фарид Рифович нам рассказывает о том, что начато формирование этого реестра. Очень важна фразеология чиновников. Кое-где они проговариваются и рассказывают нам о том, что вообще ничего не делали. В частности, теперь Гумеров в адрес Ивановой раскрывает карты. Оказывается, этого реестра и не было. Также Гумеров поведал, что идут повальные проверки всех социальных учреждений с круглосуточным размещением людей. И, как отметил Фарид Рифович, практически везде есть грубые нарушения. Вот после этой фразы второй большой знак вопроса. Ленар Хакимовна, а вы чем последние годы занимались, если у вас не в одном учреждении, а практически во всех грубейшие нарушения, и именно по линии пожарной безопасности? Потому что Фарид Рифович, он проверяет именно пожарную безопасность. Вот здесь, конечно, мне кажется, терпение наше должно лопнуть, и мы должны требовать добиваться, во-первых, моментального, немедленного увольнения госпожи Ивановой с поста, потому что она продолжает подвергать риску людей, риску жизни, риску их здоровья. А во-вторых, ну сколько можно, надо же начинать хоть за что-то уже отвечать. У человека практически во всех социальных учреждениях грубейшие нарушения. Вот со слов Гумерова Фарид Рифовича. Какие еще нужны доказательства и аргументы для того, чтобы Иванову демонтировать с этой должности? А еще на минувшей оперативке обсуждали итоги работы строительного комплекса Республики Башкортостан в части строительства социальных объектов. И дословно вопрос звучал так. О строительной готовности объектов, ввод которых запланирован на 2020 год. Тут, конечно, очень рискованная формулировка. Доклад был длинный путанный, делал его Кучербаев Рамзиль Наилевич, вот новоявленный наш министр строительства и архитектуры. Если сделать краткую выжимку из этого доклада, то становится понятно, что строим мы очень много, но ничего не достраиваем. Процесс, видимо, важнее результата. По плану господина Кучербаева в Республике в 2020 году должно было быть введено в строй 71 объект. Причем 31 объект из них по национальным проектам. 24 объекта из них — это объекты образовательных учреждений. Введено в эксплуатацию только 4. Далее господин Кучербаев рассказывал о том, почему, что, где, насколько, чуть-чуть совсем не готово. Но факт остается фактом. Подавляющее большинство социальных объектов не введены в строй и не будут введены в 2020 году. Например, в Сибае так и не смогли построить филармонию и перенесли ее строительство на 2021 год. Ну вот, в селе Ябалаково дом культуры на 300 мест смогли построить. Выслушав доклад Кучербаева, Хабиров сделал достаточно обширный вывод, который поначалу казался каким-то философско-концептуальным, но к концу оказался совершенно конкретным. Позволю себе процитировать Хабирова несколько раз. «Хорошо, что много строек. Плохо, что недостраиваем. Надо учиться работать так, что если какие-то решения принимаются, чтобы они полностью выполнялись вовремя». Конец цитаты. Это была концептуальная часть его вывода. А вот конкретно звучало следующим образом. «Я больше не хочу утираться, краснеть на федеральных ВКСах, когда говорят, что в республике что-то не успевают». Видимо, тут сказался опыт общения с господином Хуснулиным. А также Хабиров сказал дословно следующее. «Если кто-то не успел, давайте менять руководителей». То есть, ну вот это вот такая очередная пугалка Хабирова. Он редко ее притворяет в жизнь, но пугать пугает своих подчиненных. Судя по всему, они уже начинают привыкать к этому и перестают бояться вот этих вот увольнений или еще чего-то. Потому что, ну, в общем-то, вот в подобном можно упрекнуть каждого министра практически Хабирова, каждого министра нашего правительства, потому что все они чего-то не успевают, чего-то не доделывают, еще никого за это не уволили. В конце оперативки Хабиров неожиданно вспомнил о новом призвании Саша Сидякина, о призыве в армию, заговорил об этом и потребовал отчета, потому что уже вот буквально несколько дней до конца года, а за декабрь, напомню, Саша Сидякин по совместительству глава администрации Хабирова должен был призвать тысячу недопризванных призывников в ряды вооруженных сил. Помнится, Хабиров прямо так пальцем тнул, сказал, вот, а вы, господин Сидякин, будете, значит, за это отвечать и вместе с военкоматом ловить. Я, к стыду своему, должен признать, что Саша Сидякин, он же Саша Сидякин, он же Александр Геннадьевич Сидякин, превзошел все ожидания и предположения. С места Александр Геннадьевич отчитался, что у него еще пять дней осталось, а не поймано всего 14 призывников из тысячи. В общем, Саша справился, вообще однозначно справился, и тут меня постигла одна мысль. Несмотря на то, что Саша Сидякин никогда не служил ни в одной армии, ни одного государства, ни Советского Союза, ни Российской Федерации, я думаю, что нужно сделать для него исключение. Ввиду подобных талантов, нужно присвоить ему внеочередное звание ефрейтора и прикомандировать его к башкирскому военкомату, фактически на помощь нашему новому военкому, ну потому что действительно реально талант пропадает. Но ничего не получалось у Саша Сидякина так хорошо, как ловить беглых призывников. Он буквально, ну, фантастически, феерически справился с этим заданием, причем я не могу припомнить, чтобы он настолько же успешно сделал что-нибудь еще. Надо все-таки, мне кажется, ходатайствовать перед руководством вооруженных сил, может быть, Хабирову стоит обратиться лично к Шойгу. Насколько я знаю, они несколько раз встречались и знакомы. Нельзя допустить того, чтобы вот такой талант пропал. Завершая оперативку, Хабиров неожиданно заявил о том, что он отказывается в этом году выступать с ежегодным обращением Государственному собранию Курултаю Республики Башкортостан, потому что он, дословно цитирую, не хочет в пустом зале оглашать, перенесем на следующий год. Конец цитаты. Более чем странно все это выглядит, потому что за последние полгода или даже больше все привыкли к этим онлайн-форматам, все давно уже выступают перед пустыми залами, выступают перед камерами. И что это за странный каприз, непонятно. Судя по всему, наверное, причина в чем-то другом. Дело тут не в нежелании выступать перед пустым залом, а в какой-то другой причине. Есть у меня одно подозрение, что не накопил пока Радифаритович успехов фактических, и нужно бы что-то подкопить. Либо общая конъюнктура на федеральной повестке так нехороша, что нужно немножко подождать. Ну, в общем, впервые, пожалуй, что за историю новейшего Башкортостана глава республики, президент республики в прошлом отказывается от обращения к госсобранию, отказывается от этой программной речи. И вот очень странно, и где-то даже настораживает, но пока все еще не тревожит. Из тем, не относящихся к оперативному совещанию, не могу не упомянуть о вот этой истории с Алексеем Навальным, вот этот вот Гульфигейт, скандал с трусами и так далее. Но почему-то мне пришло в голову, что тут есть некая аналогия между Башкирией и Россией. очень похоже на то, как Алексей Навальный поймал в ловушку смыслов и ловушку вот этих вот сенсаций Путина, когда Путин уже отстрелялся на эту тему, а Навальный достал козырей из рукава, и теперь, значит, как-то очень нехорошо Владимир Владимирович выглядит на этом фоне. Очень похоже на это ситуация сложилась вокруг вот этого клипа Мурзагулова, когда фактически в ловушку этих смыслов попал теперь и Хабиров. Вот это обсуждение клипа Мурзагулова, которое вышло на уже федеральный уровень, и Новая газета вчера написала про это, и много-много других изданий, конечно, пожалуй, что эта ситуация перешла к грани того, для чего она была создана. Напомню, что по моему убеждению вся эта история была запущена только для того, чтобы отвлечь внимание от пожара в Бзелиловском районе, и чтобы граждане и пресса забыла об этом ужасном упущении башкирской власти. И вот теперь вред от этого клипа, пожалуй, что уже превысил пользу. Повторюсь, что есть здесь какая-то аналогия информационной ловушки. Вопрос только в том, что с Навальным понятно. Там Навальный давно и методично пытается ловить Путина на каких-то событиях, на каких-то интригах, а здесь кто кого поймал. Мурзагулов намеренно или не очень посадил в лужи самого Хабирова, ну, пускай между собой сами и разбираются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова